В архиве Владимира Белко только в цифровом виде хранится более 150 тысяч фотографий. Но он до сих пор отчетливо помнит свой первый снимок, сделанный в пятом классе. Именно тогда будущий журналист понял, что это будет не просто увлечение, а нечто большее. У нас был учитель труда, который вел урок фотографии, кружок. И вот запах старого фэда, этой кожи, футляра, этого металла, если это такое же чутье, как у собаки, которая запоминает однажды какой-то запах и потом на всю жизнь, то это где-то, наверное, похожие вещи. Девиз Владимира Белко «Нам до всего есть дело» и, зная биографию автора выставки «Один кадр» сложно с этим не согласиться. Он успел попробовать свои силы в издательском деле, предпринимательстве, изучал историю Одинцовского района, участвовал в полярной экспедиции. Владимир Белко – автор двух непростых трудов, изданных еще в 90-е – словари тюремного жаргона и народной фразеологии. Какие-то присказки, побасинки, какие-то такие распространенные обороты, и они собраны в некий тематический каталог, где не просто фраза проведена, чтобы интересно было и зафиксировано, а еще развернуто с научной точки зрения, что это означает и как это могло вообще получиться. Обе книги можно увидеть в витрине Одинцовского музея. На выставке «Один кадр» представлено 115 работ фотохудожника. Ну, бабушка. Я, к сожалению, не знаю, как зовут эту бабушку, что там она читала, какое письмо, но вот чувствуется, что что-то там происходит в этот момент. Изначально мне нравится все, но, наверное, больше всего мне понравилась фотография, где дети. Дети задумчивые, дети думающие, дети добрые, в удивительных таких эмоциях, которые на самом деле тоже есть с детства. Фотографии, представленные на выставке, разделены на 12 тематических групп. Люди, рабочие руки, восходы и закаты, геометрия пространства, тепло, огня и другие. Среди снимков ни одного постановочного – это принципиальная позиция художника. Никаких постановочных фотографий, никаких компьютерных улучшений кадра. Вот жизнь, как она есть. Единственное, что использовалось, это так называемый зум, то есть приблизить кадр какой-то, то есть акцентировать внимание и свое, и зрителя на чем-то важном, что ты считаешь нужным, показать. Выставка «Один кадр» будет работать в Одинцовском музее до 30 июля. Вход свободный. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.